Всем доброго времени суток! Мы продолжаем инсталайфы с представителями институтов. Сегодня на связи химический институт имени Бутлерова Казанского федерального университета. В ходе прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, особенностях образовательных программ и учебном процессе. На все ваши вопросы, уважаемые абитуриенты, с удовольствием ответят заместитель директора по образовательной деятельности Химического института КФУ Лариса Шайдарова, координатор по международной деятельности Юлия Лексина. Ну а для начала я предлагаю нашим гостям выступить с таким вступительным словом, что из себя представляет на данный момент на 2021 год Химический институт имени Бутлерова. Здравствуйте, уважаемые школьники, будущие абитуриенты и их родители. Сегодня мы расскажем вам о основных направлениях, которые реализуются в Химическом институте и об особенностях приема в 2021 году. В первую очередь надо сказать, что химия стала развиваться в стенах Казанского университета со дня основания этого университета с 1804 года. Но и все ученые, перечень которых представлена на слайде, их очень большое количество, они внесли очень большой вклад не только в российскую науку, но и в мировую. Не зря историки по химии называют Химический институт Казанского университета колыбелью русской органической химии. Это связано с тем, что Александр Михайлович Бутлеров создал теорию строения органических соединений. Следует отметить, что в этом году мы празднуем 160 лет со дня создания этой теории. То есть у нас это знаменательная дата в этом году. Кроме Бутлерова можно назвать и другие имена. Опять же, некоторые фотографии ученых вы видите на слайде. В стенах Казанского университета были сделаны и другие открытия. Это, например, открытие элемента рутения, который открыл Карл Клаус. Это единственный элемент природного характера, который открыт в России. Еще одно открытие, которое мы обязательно постулируем, это создание теории фосфороганической химии. На основании в Казанском университете была создана в результате кафедры элемента органической химии. Сегодня химия преподается в Казанском химическом институте имени Бутлерова. Это учреждение было создано в 2003 году в результате слияния химического факультета и научно-исследовательского института имени Бутлерова. В структуре химического института находятся 6 кафедр и 8 научно-исследовательских отделов. Естественно, на кафедры идет преподавательский образовательный процесс, а в научно-исследовательских отделах проводятся научные исследования, в которых принимают активное участие студенты. Теперь несколько слов о приеме в 2021 году. Надо сказать, что в 2020 году вышел приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, где отмечаются некоторые особенности приема в 2021 году. Первое, что следует отметить, это то, что в 2021 году будет проводиться прием студентов по различным направлениям. Кстати, на слайде у меня указаны бюджетные места. Давайте перечислим их. Итак, по направлению подготовки бакалавров 0, 4, 0, 3, 0, 1 химия выделено 75 бюджетных мест. На направлении подготовки специалистов 0, 4, 0, 5, 0, 1 выделено также 75 бюджетных мест. А вот на направлении подготовки учителей по химии, то есть направление педагогическое образование, выделено 25 бюджетных мест, но и 60 мест, соответственно, выделено на направлении подготовки магистров. Следующий след, пожалуйста. Итак, особенности приема. В этом году расширяется количество возможных предметов, сдачи ЕГЭ по предметам. В первую очередь вы сдаете экзамены ЕГЭ по обязательным дисциплинам. К ним относят, в первую очередь, русский язык и профильную дисциплину. Естественно, если вы поступаете в химический институт на направлении химия, профильной является дисциплина химии. Если вы поступаете на педагогическое образование, там, естественно, профильной дисциплиной является общество знания. Ну, а вот третья дисциплина, раньше обычно у нас это была математика. В этом году добавлены другие дисциплины. Добавление дисциплин связано, опять же, с тем перечнем, который был в приказе Министерства образования. Но и химический институт выбрал вторую дисциплину физика. То есть при подаче документов вы можете представить три сертификата. Это по русскому языку химии и математики, или по русскому языку химии и физики. Но, естественно, педообразование – это русский язык, общество знания и химия. Вторая особенность – нет. Вторая особенность – начиная с прошлого года документы подавались в электронной форме, но это было связано с пандемией. Но и Министерство образования решило сохранить эту форму, и поэтому с 2021 года узаконена эта форма. То есть вы будете подавать документы в личном кабинете, в соответствующие вузы, как в электронной форме. По желанию вы можете приехать лично или отправить документы по почте. Еще один момент. Если раньше подавались в одном вузе только на три направления, то есть ограничение было три направления и не больше, то сейчас вы можете подавать от двух до десяти направлений. То есть увеличилось количество направлений в одном вузе, куда вы можете подавать документы. Ну и последнее. В этот раз 2021 года двухволновую регистрацию студентов заменили одной волновой. То есть прием студентов будет происходить по второй волне в одну стадию, и все 100%, где-то примерно 3 или 5 августа, то есть следите на сайте, эти цифры будут указаны, числа будут указаны, будет проводиться прием всех 100% абитуриентов на то количество бюджетных мест, которые я сейчас только что озвучила. Дальше, пожалуйста. Вот на этих слайдах показаны основные направления, о которых я говорила. Далее указываются дисциплины, по которым вы должны представить ЕГЭ, и сроки обучения. Напоминаю, что бакалавриат срока обучения – это 4 года, специалитет срока обучения – 5 лет, и, соответственно, на следующем слайде срок обучения в магистратуре – 2 года, и срок обучения, если кого-то интересует в испарантуре – 4 года. Может, все остальное я отвечу на вопросы? Да, конечно, давайте перейдем к вопросам. Ну и первый вопрос, в принципе, который, думаю, заинтересует абитуриентов – чем же все-таки отличается бакалавриат от специалитета? На следующем слайде у меня этот вопрос, соответственно, отражен. Многих абитуриентов, безусловно, интересует, как выбрать, что лучше – бакалавриат или специалитет? Но все в ваших руках, вы выбираете все это сами, то есть вам предлагается больше возможностей. В чем заключаются эти возможности? Что здесь в первую очередь надо отметить, что и бакалавриат, и специалитет – это система высшего образования. Но в бакалавриате – это первая стадия. Чтобы получить полный пакет высшего образования, там еще предполагается двухгодичное обучение в магистратуре. Итак, в бакалавриате обучаетесь 4 года, потом поступаете в магистратуру 2 года, и получается, что вы получаете полное высшее образование за 6 лет. Специалитет считается уже полным образованием, и поэтому по завершении 5 лет вы получаете диплом о высшем образовании. Но есть один нюанс. По завершению специалитета многие выпускники также хотят поступить в магистратуру. Надо иметь в виду, что в этом случае поступление в магистратуру будет платным. Итак, после бакалавриата поступление в магистратуру бесплатное. То есть вы поступаете на бюджетные места, у вас право такое есть, а после специалитета – только на контракт. Если позволите, такой уточняющий немножко вопрос. То есть ребята, которые обучаются на специалитете, они получают знания еще и программы магистратуры дополнительно? Ну, я не могу так сказать. В магистратуру все-таки предполагалось, что там магистические программы, и они профилированы на более узкие области образовательной системы, научных исследований. Поэтому если вот специалитет – это у нас направление фундаментальная прикладная химия, то в магистратуре у нас очень интересное направление – это медицинская химия. То есть это на стыке уже получается химия и медицина. Это хемоинформатика. Это, опять же, направление на стыке, получается, IT и химия. То есть магистратура, она немножко более профилирована на узкую область знаний. Есть у нас еще такой вопрос. Вы говорили, в принципе, про бюджетные места. А что касается контрактников, изменится ли в новом учебном году стоимость обучения? Ну и какой вообще, в принципе, план приема на контракт, если он уже есть? Ну, трудно прогнозировать, насколько изменится стоимость. Это будет известно в июне. Вы можете, опять же, на сайте посмотреть, какова будет стоимость контрактного обучения. Но сейчас мы можем сказать, что в этом году это около 140 тысяч педагогическое образование и более 150 тысяч – это бакалавриат специалитет. Обычно мы говорим, что увеличение финансирования оплаты за контракт будет с учетом инфляции за прошедший год. То есть, ну, если эта цифра изменится, мы предполагаем где-то не более чем на 5-10 тысяч. А есть у нас такой вопрос, позвольте себе процитировать. Учусь в 10-м классе, хотел узнать, есть ли у вас курсы для подготовки ЕГЭ по химии и если вдруг есть, когда они обычно начинаются? Такие курсы есть. Они существуют, реализуются через приемную комиссию. Вам нужно обратиться в приемную комиссию. И там есть обучение и онлайн, и, соответственно, и очное. Кроме того, в химическом институте есть малый химический институт, где также проходит подготовка к сдаче ЕГЭ по отдельным дисциплинам. Это уже вы обращаете непосредственно в директорат химического института. Вам там все объяснят. Документы подаются вплоть до октября, и с октября уже начинается подготовка к ЕГЭ. А что касается Олимпиад и кружков для школьников, может быть, какие-то участия в Олимпиадах помогут им поступить? Есть ли какие-то подобные Олимпиады, реализуются ли они? Безусловно, Олимпиады существуют. Они, кстати, существуют. Опять же, Олимпиады по химии, которые реализуются опять через приемную комиссию. Кроме того, есть республиканские Олимпиады. Надо сказать, что в химическом институте есть определенный круг аспирантов, студентов, которые ведут подготовку именно олимпиадников. Но это опять же нужно обратиться в директорат химического института, если есть такой интерес. И, соответственно, вам все сообщат, кому конкретно обращаться, по какому телефону и как будет проходить подготовка. Ну и последний вопрос, который касается блока Олимпиад, так сказать, что с Олимпиадой Я-магистрант КФУ реализуется ли она в химическом институте? Эта Олимпиада также реализуется, но она, по идее, идет. То есть там есть онлайн-курс, есть очный курс. По завершению этой Олимпиады призеры поступают вне конкурса. То есть то количество баллов, которые они набирают, они с этим баллом могут поступать в магистратуру. Если баллы, получается, их не удовлетворяют, если очень высокий конкурс, они могут опять же сдавать экзамен наравне со всеми. То есть здесь опять же у них выбор. Перейдем немножко, поговорим об иностранцах. Какие экзамены необходимо сдавать иностранцам и как для них проходит поступление? Онлайн, оффлайн? Как это все реализовано? Ну, на самом деле, в этом году для иностранных студентов все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Но там будет два экзамена, русский язык и химия. Там минимальный балл по русскому 40 баллов, по химии, по-моему, тоже 40. А онлайн или очно, это вот все зависит от ситуации. Ну и раз уж затронули блок международный, то ездят ли студенты на стажировки за рубеж? Есть ли программа двойных дипломов? И с какими, в принципе, зарубежными институтами есть партнерские взаимоотношения? Наш химический институт, сейчас открою этот слайд, тесно сотрудничает с ведущими университетами Франции, Германии, Италии, Словакии, Израиля и Соединенных Штатов Америки. Также у нас есть программа двойного диплома, которая осуществляется в магистратуре хемоинформатика и молекулярное моделирование. Там, получается, первый год учится у нас в России в нашем химическом институте, а второй год учится во Франции и получает два диплома. Что нужно сделать, чтобы студент на первом курсе уже для себя решил, что я хочу поехать за рубеж, я хочу пройти стажировку в другом каком-то университете, в другом институте? Что ему делать? Инструктаж? Наши студенты, которые вплотную хотят заниматься научной деятельностью, они уже с первого, с второго курса распределяются в лаборатории, то есть они занимаются научной деятельностью под руководством своих научных руководителей, и они их уже направляют сами зачастую, с кем имеют сотрудничество и какие направления более интересны. Поговорим немножко о магистрантах тогда. Как будут проходить вступительные испытания при поступлении в магистратуру по направлению химия в онлайн-режиме, и где найти программу вступительных испытаний? Два таких вопроса. Программы висят на сайте приемной комиссии. Эти программы как и для абитуриентов, как и для магистрантов, так и фактически направление, опять же, у нас педагогическое образование и направление химии. Но, опять же, мы планируем проводить в режиме онлайн, но, возможно, если ситуация эпидемиологическая улучшится, возможно, перевод и на очную. То есть по приказам министерства образования и, соответственно, по ситуации, которую мы имеем, и решения администрации, возможно, это другой вариант. Онлайн точно будет проходить экзамен в форме устного экзамена. Если онлайн, это через платформу ТИМС, а если очно, это непосредственно в аудитории химического института. То есть вступительное в магистратуре – это собеседование, я правильно понимаю? Да, да. Есть у нас еще вот такой вот вопрос, но он, наверное, немножко странный. Будут ли проходить дни открытых дверей в формате оффлайн в ближайшее время? То есть понятно, что никто не может спрогнозировать эпид-ситуацию, но планируется ли вообще? Ну, у нас график есть по графику. Это 27 марта и 15 мая, два дня, которые мы планируем. Ну, а там как, в каком режиме будет проводиться? Опять будем решать по ходу. А что касается вступительных испытаний для тех, кто ушел из школы после 9 класса, выпускники колледжей, выпускники техникумов, вот как им поступать? Они же ЕГЭ не сдают? В этом случае они обращаются, опять же, в приемную комиссию Казанского федерального университета. И там определенный есть график, до какого числа они имеют право подать заявление. И могут они сдавать ЕГЭ в стенах Казанского университета. Опять же, нужно сдавать три экзамена, если они на направлении химии. И, соответственно, также три экзамена на направлении теоретическое образование, профиль химии. Экзамены разные, в соответствии с той таблицей, которую я демонстрировала. Есть у нас еще вопрос, который касается так называемого конкурса. А куда он выше, на специалитет или на бакалавриат? Вот как показывает практика? Может, по результатам последних лет динамика какая-то есть? Ну, можно показать баллы, наверное, да, проходные баллы, чтобы у нас была более полная картина. Надо сказать, ситуация, ну, вот она колеблется. Но последние годы, можно сказать, что примерно вот проходные баллы примерно одинаковые, что у нас специалитет и бакалавриат, но это вот, опять же, от выбора студентов. В один год почему-то абитуриенты, видно, под влиянием учителей, родителей, ходят вот на современное, на современное направление бакалавриат. И очень часто вот бывает в один год более сильные студенты поступают в бакалавриат. Другой год получается наоборот. Олимпиадники, их ориентируют уже преподаватели, поскольку подготовка к Олимпиаде реализуется преподавателями химического института, их говорят, что лучше бы вы поступили на специалитет, потом аспирантуру, потом будете заниматься наукой, образовательным процессом. Они по этому большой группой идут в специалитет, и за ними интуитивно уже идут другие ребята. Но надо сказать, что вот сейчас эта ситуация выравнивается. Надо сказать, если вы даже колеблетесь, поступайте на бакалавриат, потом вы сможете перейти в ходе обучения на специалитет. И обратно, если вы получили на специалитет, и вдруг по семейным обстоятельствам, или вы решили изменить профиль своей деятельности, вы можете перейти на бакалавриат. Так, секундочку. А есть у нас еще такой вопрос. Где-то я себе записывал. Какую математику необходимо сдавать для поступления в химический институт? Общую или профильную? Профильную. То есть поступление только профильной математикой? Так, давайте еще раз тогда подведем такие небольшие итоги, касаемо наличия бюджетных мест. Сколько их, где они? Еще раз, потому что этот вопрос у нас несколько раз уже фигурировал. Ну, надо сказать, что в этом году нам очень увеличили количество бюджетных мест по направлению химия и фундаментальная прикладная химия. Если в прошлый год это было 50-55 мест, то в этом году 75-75 и на бакалавриат, и на специалитет. То есть вот для нас, вот мы считаем, это для нас очень большое достижение. То есть уже большие потоки будут, соответственно. И я думаю, для абитуриентов, которые всегда спрашивают, ой, а сможем ли на 50 мы этих мест попасть? Вот есть возможность, в этом году она реализуется в более масштабном варианте. Пожалуйста, приходите к нам, поступайте в химический институт, у вас эта возможность есть. А есть у нас еще такой вот вопрос касаемо иностранных языков. Какие иностранные языки изучаются в институте? Иностранный язык по учебному плану подразумевается один. Это английский. При желании вы можете учить другие языки через программы дополнительного образования. Ну вот если вы будете говорить о двойном дипломе, там предполагается, если вы куда-то едете, во Францию, там нужно знать французский язык, Германию. Естественно, нужно знать или в совершенстве английский, или лучше, действительно, соответственно, немецкий язык. Поэтому в целях подготовки каждого индивидуально предполагается наличие факультативов по иностранному языку или, опять же, через систему дополнительного образования. Поговорим еще немножко о вопросе, который больше волнует родителей. Или где будут проживать первокурсники, которые поступают, поскольку это далеко от учебного корпуса, так сказать? Ну, у нас уже из года в год первокурсники расселяются в зданиях деревни Университада, где комфортабельные условия для жизни. Но, опять же, если вы сказали, для родителей важно. Надо сказать, что в первый семестр ребята, которые поступили на бюджет, будут получать базовую стипендию. Все, независимо от того, какие они баллы набирают. А уже после первой сессии они будут получать стипендию базовую, зависит от того, на какие оценки они учатся. Итак, значит, если он получает баллы на уровне хорошую и отлично, он будет получать стипендию. Если меньшее количество баллов он имеет по результатам сессии, то, естественно, он этой стипендии лишается. А есть ли возможность как-то увеличить объем стипендий? Может быть, участвовать в каких-то научных исследованиях, грантах? Вот что делать? Ну, первое, что мы отметим, это ребята, которые могут принести из отделения соцзащиты соответствующие справки о том, что они социально незащищенные. То, естественно, они могут претендовать помимо базовой стипендии еще на социальную стипендию. Ну, вот на слайде показан объем финансирования для каждой стипендии. И если ребята как-то себя проявили, ну, естественно, на первом курсе это тяжело, то по результатам, скорее всего, это уже где-то первого года обучения. Это участие в конкурсах, в олимпиадах, не обязательно химических. Это могут быть какие-то и различные спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия. И здесь предусматривается набор именных стипендий. И стипендии, мы их называем повышенные стипендии, в зависимости от того вида деятельности, где себя студент проявил. Но, надо сказать, там финансирование от трех и более тысяч. На этой приятной ноте я предлагаю закончить. Так что, ребята, поступайте в институт химии. Там финансирование от трех и более тысяч. Я напоминаю, что в эфире у нас был Инсталайв с представителями института. Сегодня на связи был химический институт имени Бутлерово, Казанского федерального университета. Оставайтесь с нами, смотрите остальные Инсталайвы. Впереди много всего-всего-всего интересного. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»